Всем привет! В эпоху повальной миниатюризации компания Gigabyte продолжает выводить на рынок видеокарты с трёхвентиляторной системой охлаждения. Оправдан ли такой подход? Давайте узнаем. Тестируемая модификация NVIDIA GeForce GTX 960 выгодно отличается не только фирменной системой охлаждения и модифицированным набором видеовыходов, но и наличием заводского разгона графического ядра со стандартных 1126 до 1241 МГц. Также не стоит забывать о технологии NVIDIA GPU Boost 2.0, с учётом которой GPU в среднем работает на частоте 1304 МГц вместо рекомендованных 1178 МГц. К тому же в фирменной утилите OC Guru 2 заложен дополнительный профиль разгона, активация которого повышает данные показатели ещё выше. Видеокарта поставляется в компактной картонной коробке. Из важной информации на лицевой стороне следует выделить поддержку системы охлаждения Gigabyte Windforce 3X, а также принадлежность новинки к линейке разогнанных в заводских условиях решений. Обратная сторона упаковки отведена под описание ключевых преимуществ данной модели и списка системных требований. Исходя из рекомендаций, блок питания в такой системе должен обладать мощностью не менее 400 Вт и поддерживать два шестиконтактных кабеля питания PCI-E. В комплекте с Gigabyte GeForce GTX 960 G1 Gaming, помимо краткого руководства пользователя и диска с драйверами и утилитами, поставляются два переходника питания. Для производства тестируемой модели использована оригинальная печатная плата чёрного цвета со стандартным принципом компоновки наборных элементов. Применяемая элементная база соответствует фирменной концепции UltraDurable VGA, то есть она набрана исключительно из высококачественных комплектующих, японских твердотельных конденсаторов, дросселей с ферритовым сердечником и полевых транзисторов с низким сопротивлением открытого канала. Дополнительно некоторые медные дорожки в определённых слоях печатной платы имеют удвоенную толщину, что позволяет снизить общий электрическое сопротивление и обеспечить более эффективный отвод тепла. Питание новинки выполнено по усиленной восьмифазной схеме – шесть фаз для GPU и две для чипа в памяти, в то время как эталонная версия включает в себя только пять фаз – четыре и одну соответственно. Помимо слота PCI-Express 3.0 X16 для питания тестируемого графического адаптера используются два шестиконтактных разъёма PCI-E, тогда как эталонный образец требует лишь одного такого разъёма. Они находятся на боковой стороне платы, а благодаря удачному расположению кулер нисколько не затрудняет отключение данных кабелей. Для вывода изображения на тестируемой новинке предусмотрен расширенный набор интерфейсов – DVI-I, DVI-D, HDMI и три DisplayPort. Разница кроется лишь в наличии дополнительного порта DVI-D, что существенно упростит подключение нескольких мониторов одновременно, так как далеко не все дисплеи оснащены интерфейсом DisplayPort. Фирменная система охлаждения Windforce 3X отличается весьма сдержанным дизайном и довольно большими габаритами, что необходимо учитывать перед покупкой. Видеокарта с установленной SO занимает два слота расширения и имеет общую длину 312 мм, согласно нашим измерениям. Непосредственно сам кулер состоит из трёхсекционного радиатора, набранного из 20, 40 и 47 алюминиевых никелированных пластин, а также из трёхосевых вентиляторов с диаметром лопастей 77 мм, закреплённых на алюминиевом кожухе, который накрывает всю конструкцию сверху. В качестве вертушек используются модели от компании PowerLogic с улучшенной формой лопастей и увеличенным сроком службы применяемых подшипников скольжения. Для повышения эффективности теплообмена используются четыре медные тепловые трубки диаметром 6 мм. К сожалению, они не покрыты слоем никеля, который препятствует процессам окисления меди, что в будущем может негативно сказаться на эффективности охлаждения. При этом контакт тепловых трубок с медным основанием и ребрами радиаторов улучшен припоем. Благодаря технологии Gigabyte Direct Heat Pipe Touch тепловые трубки контактируют с графическим ядром напрямую через небольшой слой термопасты. В процессе работы температура микросхем видеопамяти на обратной стороне заметно повышается, поэтому следует быть аккуратным при извлечении видеокарты сразу же после остановки работы компьютера. При автоматическом регулировании скорости вращения лопасти вентиляторов в режиме максимальной нагрузки графическое ядро нагрелось до 70 градусов, а кулер, судя по показаниям мониторинга, работал при этом на 47% от своей максимальной мощности. Уровень шума при этом был абсолютно комфортным. Субъективно он не выделялся на фоне других комплектующих. В режиме максимальной скорости вращения вентиляторов температура GPU снизилась до 58 градусов. Издаваемый при этом шум приблизился к среднему уровню и был достаточно некомфортным. При отсутствии нагрузки частоты графического ядра и памяти автоматически снижались. Кулер в таком случае работал в пассивном режиме благодаря фирменной технологии 0 дБ с semi-passive, а температура графического ядра не превышала отметку в 35 градусов. В итоге производительность и уровень акустического комфорта создают исключительно приятное впечатление от работы системы охлаждения Gigabyte Windforce 3X. Благо она хорошо справляется со своими непосредственными задачами и при этом не беспокоит вас высоким уровнем шума при повседневном использовании. Для начала отметим, что версия NVIDIA GeForce GTX 960 от Gigabyte обладает очень хорошим уровнем заводского разгона. Это позволяет ей демонстрировать более высокую частоту смены кадров в играх, чем у моделей с эталонной частотной формулой. Говоря о сравнении производительности новинки со сетками по линейке, то есть NVIDIA GeForce GTX 970 и 980, отметим, что она уступает им в среднем на 61,94% соответственно. Если же откинуть тесты для разрешения 4K Ultra HD, то преимущество становится заметно меньшим, но всё равно ощутимым – 40 и 65% соответственно. Версия NVIDIA GeForce GTX 780 из предыдущей серии также смогла опередить модель от Gigabyte. В Full HD бенчмарках разница составила в среднем 20%, а с учётом 4K Ultra HD разрешения достигает в среднем 36%. Что же касается AMD Radeon R9-285, то в среднем она опережает Gigabyte GeForce GTX 960 G1 Gaming на 1,5%, но без учёта 4K Ultra HD уступает уже практически на 7%. Как видим, если вы планируете играть на разрешение не выше Full HD, то производительности новинки будет вполне достаточно для высоких настроек графики. При помощи утилиты MSI AutoBurner было поднято напряжение на GPU на 43 мВ. Благодаря этому удалось разогнать графический процессор с 1241 до 1311 МГц. Прирост 5,6%. Если же сравнивать достигнутый конечный результат с эталонами 1127 МГц, то прирост составил 16,3%. Видеопамять при этом удалось ускорить с 1753 до 1943 МГц. Прирост 10,8%, что также является хорошим показателем. В конечном итоге нам удалось добиться в среднем прироста на уровне 8,6%, что является хорошим результатом и позволяет Gigabyte GeForce GTX 960 G1 Gaming существеннее оторваться от конкурентных аналогов. В процессе нашего знакомства с видеокартой Gigabyte GeForce GTX 960 G1 Gaming она зарекомендовала себя как исключительно удачная модификация референсной версии, которая выгодно отличается хорошим перечнем достоинств. Также отметим и хороший разгонный потенциал, который позволяет получить дополнительный прирост на уровне 8,6%. Фирменный кулер WinForce 3X достойно справляется с охлаждением разогнанного графического ядра, а также не потревожит вас высоким уровнем шума при повседневном использовании. А при минимальном уровне нагрузки система охлаждения вообще переходит в пассивный режим. Однако с кулером связана и единственная важная особенность видеокарты, а именно её крупные габариты, которые согласно нашим измерениям составили 312 на 117 мм. Среди других особенностей можно выделить традиционно повышенный уровень шума после принудительного увеличения частоты вращения вентиляторов до максимального уровня. Однако это является приемлемой платой за хороший прирост производительности в случае разгона. В итоге графический адаптер станет отличной покупкой для сборки игровой системы, ориентированной на Full HD разрешение в достаточно просторном системном блоке. С детальным обзором видеокарты можно ознакомиться на IT-портале GESIT.com, перейдя по ссылке в описании видео. Всего хорошего и не забывайте подписываться на наш канал.